Привет, дорогие подписчики, и привет всем, кто смотрит мои видео. С 2016 года на заправках к России не должно быть топливо, не отвечающее стандарту Европеяц. Но только это на бумаге. Все реальные жизненные истории с плохим топливом случаются регулярно. Поговорим о том, чем опасен некачественный бензин и что делать, если он оказался в баге. Можно ли определить плохой бензин на глаз? Иногда да, но для этого понадобится большой опыт и не все могут сделать это. Многие автозаправки и даже производители топлива частенько крышат более дешевым. Но с обнительным способом повышения качества бензина, с помощью применения различных присадок. Проблема углубляется тем, что различные автомобили по-разному реагируют на топливо с искусственно завещенным октановым числом. Если пакет присадок подобран качественно и введен правильно, и большинство заправлявшихся до вас машин благополучно приняли и переварили его, то именно ваша машина может не принять его. Причина плохого топлива – соблазн заработать на продаже более дешевого сорта бензина. Добавление в него запрещенных добавок обходится копейки, а принесет прибыль до 200% чистого дохода. Когда цены на бензин растут, то крупные заправки еще могут компенсировать расходы за счет внутренних резервов. А мельки идут на такие хитрости, как разбавление топлива ослиной мочой. Бывает разглядяйство, когда цистены долго не чистятся и на дне имеется накопившийся за долгое время грязь. Крупные заправки часто чистят резервуары и следят за этим. Какие бывают последствия? Первое. Ухудшение работы свечей зажигания. Принимают удар первыми и сигнализируют налетом, обычно красного цвета. Второе. Нарушение работы топливной системы, татчика кислорода, забиваются фильтры, повышается нагрузка на бензонасос, забиваются форсунки. Третье. Проблемы для катализатора, татчика кислорода. Четвертое. Повышение износ двигателя. Почувствовать, что залили некачественное топливо часто можно через несколько минут. Как новая, некачественная смесь попадает в топливопровод, вы можете ощутить. Первое. Снижение мощности, потерю динамики и реакции на педаль газа. Второе. Перебой в работе. Постоянное изменение оборотов на холостом ходу. Третье. Стуки и детонация. Четвертое. Увеличение расхода топлива. Пятое. Двигатель клехнет и плохо заводится. Что делать в этом случае? Если не успели отъехать далеко от заправки, стоит вернуться. После предъявления чека и озвучения претензий руководству АЗС, потребуйте отпора проб и проведения независимой экспертизы. Когда экспертиза подтвердит правоту АЗС, добровольно либо через суд возместит убитки, которые вызваны некачественной заправкой. Будьте готовы. Если подозрения оказались необоснованными, то придется как минимум оплатить проведение экспертизы. Всегда берите и сохраняйте чек. Это поможет при дальнейшем разбирательстве с судом, если возникнут проблемы. Почему так происходит, мы уже говорили, но часто виноват и халатность обслуживающего персонала. Время от времени положено промывать резервуары для топлива. Для этого существует график очистки. Если это не делать, то образуется грязь на стенках резервуаров, размножляются микроорганизмы, возникают смолистые отложения. Как итог, забитые форсунки, возможно гибель нейтрализатора. Мелькие АЗС не беспокоятся об смешиванности бензина и дизельного топлива. Его перевозят в одной цистерне без последующей очистки. Это тоже может стать причиной плохого топлива для автомобиля. Некоторые автодиатели предлагают добавить в бак высококачественный бензин АИ-98 или АИ-100. Но данный способ свабатывает только при низком октоновом числе бензина. И никак не защитит от примесей и грязей в нем. Что делать при неудачной заправке? Полностью слить плохое топливо и залить качественное. Совет правильный, но не всегда выполняем. Разделиться быстро можно с цитонацией, с оправкой с другим бензином, с высоким октановым числом. Например, некачественный бензин в баке можно смещать с АИ-98 и получить в результате приемлемое октановое число. А если плохого топлива, полный бак и заливать новые просто никуда. Тогда на помощь придут специальные присадки октан-корректори. Дорогие средства лучше всегда иметь с собой, отправляясь в дальнюю поездку. Так что, друзья, будьте бдительны и всегда старайтесь заправляться на проверенных АЗС. Пожалуйста, подпишитесь на канал и делайте комментарии. Спасибо всем за просмотр видео.